Приветствую вас дорогие любители и знатоки шахмат, с вами на связи мастер фиды Максима Мариев и сегодня мы станем свидетелями пятой партии, которая вновь удивила весь мир Прежде чем перейти к партии, рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, где оперативно выходят все самые важные новости из мира шахмат Прямо сейчас подпишитесь и начинаем обзор Перед партией у Динго проверили пиджак на читерские какие-то девайсы, ведь он так блестяще провел предыдущую встречу И поскольку девайса не обнаружилось, соперники вышли на пятую партию После тяжелейшего поражения у Яна был выходной день и всем было интересно, как он его проведет и сможет ли с новыми силами, одухотворенным, ну или хотя бы без тильта выйти на пятую партию Давайте посмотрим, что же получилось Он играет белым цветом, Е4, вполне ожидаемый ответ, без сюрпризов, после Е5, конь Ф3, конь С6, слон Б5, А6, слон А4, конь Ф6 У нас испанская партия, и здесь Д3 играет, Ян не помнящий, не самое основное продолжение, защищает пешку на Е4 Грозно чаще играет ладья Е1, и затем после С3 пешку Д двигает сразу на две клетки вперед Но здесь же Ян играет Д3, Б5, слон Б3 Ян пытается немножко запутать соперника в дебюте, и в целом, как мы увидим, у него это получилось Два нуля, А3, считается, что белые таким порядком ходов не претендуют на какой-то перевес, но зато они знают, что делают А вот черным приходится уже задумываться После конь А5, слон А2, С5 Черные захватывают пространство, это также типовое решение в испанской партии Они здесь пытаются немножечко добавить воздуху для своих фигур Перс может выйти на Б6, либо на С7, где-то при случае Б4 или С4 провести, или даже Д5 Белый играет слон Ж5, и после А6, это, кстати, первый ход, над которым Динг серьезно думал Практически 15 минут, произошел размен на Ф6 Поменялись АБ, АБ, конь Д2 После конь С6, слон Д5 играет Ян Непомнячий Подвязывая этого коня, теперь не так просто сыграть конь Е7, потому что всегда будет провисать слон Но следует ладья А1, ферзь А1, ферзь Д7 Черные захватывают вертикаль А И здесь во время прямой трансляции нам казалось, что Ян просто решил сделать ничью спокойненько Ну, чтобы перевести дыхание, потому что он еще не отошел от поражения Ну, по крайней мере, так это все выглядит Но здесь Динг начинает играть несколько пассивно Слон Д8, конь Ф1, конь Е7 Разменивает этих слонов Конь вышел на Е3 И выясняется, что у белых позиций это поприятнее, потому что слон очень плохой Его некуда пристроить пока, что непонятно, что с ним делать Слон Б6 играет Динг Это довольно неплохая идея С целью сыграть С4 И наконец-то избавиться от этого слона Слона H4 Здесь у белых есть идея вообще сыграть конь H4 И коня водрузить на поле F5 Но в таком случае черные бы сыграли G6 И не дают нашим лошадкам развернуться по полной Поэтому Ян сначала хочет пешку задвинуть на поле H5 Чтобы на проходе взять пешку G уже при случае Ну или просто не дать сыграть G6 Поэтому он играет H4 Ферзь C6 Сейчас играет C4 преждевременно, потому что мы просто забираем И здесь Ну например на слон бьет Е3 Владеет Е3 БЦ Мы просто можем сесть пешку на D6 Висит на Е5 еще Позиция плохая у черных Поэтому сначала Ферзь C6 играет Динг Защищает пешку на D6 Плюс на поле C4 добавляет удар Но следует H5 тем не менее И C4 Он наконец-то пытается избавиться от этого слона Думает, вот он момент истины Но нет, Ян не дает, D4 блокирует Ограничивает этого слона И наносит удар по центру Едет, конь его D4 забирает Конечно так сильнее Потому что пешка на D6 теперь отсталая И в случае взятия Белый будет просто легко ее атаковать Сдвоится по вертикали D Потом конь при случае выйдет на F5 Тяжелейшая позиция С такой слабостью играть ее очень неприятно Поэтому здесь уже слон не разменивается на коня Он будет при случае пешку оберегать Когда встанет на C5 Ферзь C5 играет Дин или Жень А вот этот ход Серьезная неточность Необходимо было сыграть Либо ферзь B7 Либо ферзь D7 Чтобы сохранять опцию Размена слона на коня Но деньги играть ферзь C5 Это своего рода профилактика Против конь F5 Потому что здесь мы теперь заберем И не забрать конем Из-за ферзь бьет F2 Пешка провисает Поэтому здесь за Яном Точнее всего было сыграть ферзь F3 Чтобы пешку защитить Но он играет ферзь G4 Готовит удар на поле G7 После ферзь E5 Конь F3 следует Тут можно было сыграть ферзь D7 Такое принципиальное решение Там довольно сложные варианты получались Ян решил не идти на обострение Я сыграл конь F3 попроще Ферзь E6 И конечно же Никакого эншпиля Конь F5 Яну нравится сдваивать Пешки таким образом После конь F5 EF Пешечка становится хуже Но при случае Она является таранным орудием Готовы сыграть F6 Чтобы раздробить Защиту черного короля Ферзь F6 Играет Динг И вот это По-настоящему плохой ход Его конечно сложно осуждать Лотненький такой Пешку блокирует Плюс нападает на нее Защищает пешку на G7 Ход просится Но точнее было сыграть ферзь D7 Здесь мы подвязываем Пешку F Мы все равно не можем сыграть F6 Потому что ферзь подвисает А самый главный плюс После ферзь E4 Исход D5 Ферзь отсюда контролирует Клеточку D5 Поэтому надо было так играть Но ферзь F6 Играет Дин Лежень И следует ферзь E4 С нападением на ладью На ладья B8 Ладья E2 Точнейший ресурс Чтобы нигде ничего не провисало Например в вариантах После B4 Cb Чтобы черные не могли Сесть пешку на B2 Такая важная профилактика Белым здесь пока некуда торопиться Слон C5 Играет Динь Готовит продвижение B4 Ему нужна контр-игра Потому что он понимает Что наступление белых Вот-вот свершится И оно начинается прямо сейчас G4 И давайте обратим внимание Как Ян сыграл G4 Дождался когда Динь встанет И быстро тут же посадил его назад Не дергаться Сидеть пока я говорю В таком ключе В роли предводителя Ян эту партию вел и дальше Сильнейший ход Смысл его пока что Не в таране дальнейшем А со щитой пешки F5 Это главный смысл После B4 Мы теперь можем сесть на C4 И наша пешка на F5 не висит Защитил свою пешечку Ян непомнящий Ферзь D8 Играет Динь Понимает что ферзь здесь свое отжил Отработал Ферзь D5 Тотальная доминация Король F8 Но может быть здесь уже надо было играть B4 Чтобы скинуть пешку Да обидно отдавать пешку Но зато здесь черные фигуры Обретали некоторую активность Ферзь выходил на C7 Где-то ладья могла на B1 вторгнуться Даже визуально видно что фигуры черных немножко ожили Плюс здесь грозит слон бьет F2 Коварнейший удар Ну скажем на G5 Слон бьет F2 И белые остаются без ферзя Какие-то такие угрозы черные уже создавали Но вместо этого Динь играет король F8 И король F1 следует Татьяна Непомнящего Вот довольно таки точный Но не самый точный Точнее было сыграть король G2 Либо H2 Поближе к пешке G4 Где-то ее при случае защитить Но основная идея это Чтобы пешка на G4 Нигде не провисала в вариантах Например если играть F6 здесь Ну здесь вообще можно просто ферзь бьет F6 есть Скажем G5 А с G Вообще здесь нигде у нас пока это ничего не проходит Если играть конь D2 То ферзь выходит на H4 Пешка провисает И король в опасности Поэтому королем стоит отойти Для того чтобы даже пешку F освободить И при случае двинуть вперед Ну точнее был король G2 Ну окей король F1 играет Я Непомнящий Владец C8 Вот не туда Вот явно не туда Может было ферзь C8 сыграть Чтобы попытаться как-то Остановить движение белых пешек Там пешка на G4 будет подвисать Ну и плюс есть идея Выменять ферзей после ферзь B7 здесь Ну на какой-нибудь неаккуратный ход Допустим вернулся назад Ферзь B7 уже Имеет Больший эффект Ну окей король G1 Для иллюстративности Так покажу ферзь B7 И уйти нельзя Потому что там позади конь После размены ферзей В эндшпиле позиция черных Может быть даже не хуже Поэтому ферзей категорически Менять не следует Но ладья C8 Вот конечно не туда Надо было играть ферзь C8 После ладья C8 Сылает ладья E4 Точнейший ресурс Мы здесь привязались к пешке C Укрепили пешку G И ладья Готова ринуться в бой После ладья B8 Динья решил что можно стоять на месте Просто так Но я нам показал Что не следует медлить G5 Начинается прорыв После АЖ Ладья G4 Нападает на пешку У Диньго 9 минут остается И что делать теперь Возможно издалека Он считал ход F6 И кажется что все защищено Но здесь бы последовало Красивое возмездие Конь H4 Жертва коня Грозит конь G6 Вторжение неприятнейшее И там будет просто мат А на взятие H6 Пешка H готова Пройти в ферзи Либо через G7 Если же H играть То просто вот такой мат Очевидно Диньго Это издалека земнул И приходится От пешки отказываться Он играет ладья A8 Ищет контр игру Конь Бьет G5 Сах проникающий И здесь правильный ход Король Е2 Потому что на король G2 Ферзи А8 Размениваются ферзи Хотя и здесь позиция выигранная Но какие-то шансы остаются у черных Поэтому король Е2 играет Ян И на ферзи 7 шах Еще один точный ход Конь Е4 Хотя казалось бы Король F3 Уходит из-под всех шахов Но здесь была опаснейшая Контр идея у черных Слон Бьет F2 И на взятие шах Ну и здесь уже видно То что Можно при случае доиграться Например король G2 Просто проигрывает За ферзь H1 И теряется ферзь Очень опасная позиция У белого короля Поэтому конь Е4 Грамотное отступление Ферзи 8 играет День Лежень И что делать нам Ферзи 8 В чем смысл хода Давайте проясним Допустим Если бы черных сыграли B4 То мы хотели сыграть F6 На GF H6 После Ладья H1 Выигрывает ход Ферзь А8 Шах Даем вот такой шах И забираем ферзя И вот чтобы этого хода Не было ферзем День Лежень играет Ферзи 8 Профилактика Прикрывает поле А8 Король F3 И вот я даже Отметил Насколько это красиво Элегантно выглядит Положением белых фигур Король как батя здесь Такой Прикрывает всех с тылу И эти парни Готовы Растерзать черного короля Осы король F3 Ферзь А8 Играет День Лежень Пытается Разменять ферзей И в целом У него это получилось А что еще остается Мы хотим сыграть F6 Скажем на Ладья H1 Играем F6 На GF Тут уже что угодно парит Либо конь бьет C5 Либо вот такая комбинация Есть Ладья G8 Может быть не самая точная Но так Зато красиво Выиграли ферзя И пешка аж Обеспечивает нам победу Можно даже королю G2 Вытеснить ладью отсюда И пешка спокойно пробежит Ну в общем Ладья H1 не годилась Поэтому День играет Ферзь А8 Происходит размен ферзей F6 Если играть GF То после коня F6 Пешку будет крайне тяжело Остановить На короле G7 Есть ход еще конь G8 Шаг Не пропускаем ладью никуда Пешка аж побежала Ну и здесь Как угодно Белые выигрывают Например в этом варианте Ладья G8 Ладья G7 грозит Ну не Здесь не ладья G7 Надо играть А H7 И H8 Ферзь Мы побеждаем Поэтому GF не годится G6 играет День лежень Следует HG FG И ладья G6 Черные Отправляются в последнее Контр наступление Ладья А2 И Янсу тщательно посчитал После Король G4 Ладья B2 И ладья А6 Черным ничего не остается Кроме как сдаться Продумал здесь Чуть ли не полчаса День лежень И признал свое поражение А в чем собственно дело Если забирать пешку То мог последовать Вот такой шаг На короле F7 Король F5 И король в матовой коробочке Грозит и комбью D6 мат И конь G5 мат И от обоих матов Нет защиты А если пешку не забирать То мы все равно Сыграем король F5 Потом конь G5 Ладья H8 Ну как угодно Вот эта же идея Она у нас всегда присутствует Ладья H8 Король F5 И поэтому Деньгу пришлось даться А это значит Что Нэпа выходит вперед Вновь в матче Плюс 1 В пользу Яна Не помнишь Вопрос снова идет вперед А Деньг Вновь в роли догоняющего На пресс конференции Ян ответил на вопрос Как он провел Свой выходной день В принципе как обычно То есть Старался отдохнуть И как-то Переключиться На Следующую партию Да потому что Партия перед выходным Ну в целом День Как Не задался Простите Повторите День не задался День не задался Перед выходным После такого Впечатляющего Камбэка Шансы Яна Снова очень высоки А я вас благодарю За внимание Дорогие друзья Ставьте лайк Если вам понравилось Это видео Подпишитесь на канал Чтобы не пропустить Развязки матча А также Присоединяйтесь К нашим прямым Трансляциям Вот их расписание А пока стрим не начался Скачивайте книгу 21 критическая ошибка Новичка в шамотах И увидимся В прямом эфире Субтитры сделал DimaTorzok